Мероприятие, от которого жители области ждали важных решений, состоялось сегодня. Областные депутаты провели пленарное заседание. Готовились к нему всю неделю. Обсуждали на комитетах, на что тратить и на чем зарабатывать будет регион в следующем году. Но не решениями сегодняшнее заседание отличилось от прочих. Ирина Сырцева продолжит. Даже началось сегодняшнее заседание нестандартно. Не повестку дня утверждали первым вопросом. Перед началом обсуждений представителям фракции было дано по пять минут на то, чтобы озвучить тему, самую животрепещущую для партийцев. Чем сегодня и воспользовался представитель ЛДПР. Владислав Гукасов заявил о своем уходе. Объясняя причину, заместитель председателя областного парламента эмоций не сдерживал. Я всеми силами старался до боли в сердце применять контрольные полномочия. Спрашивая членов правительства, поднимать авторитет ЗАГС собрания, вставлять стержень в костях. Но председатели и некоторые депутаты, сидящие в зале, всегда чего-то опасали. Я устал сражаться с удоверенными медицами. И работать заместительным председателем, под руководством председателя, нет ни желания, ни сил. Я не вижу дальнейшего необходимости. Кроме того, от имени всей фракции пообещал, что партия больше не будет претендовать на должность зампредседателя и обозначил это решение вкладом в экономию бюджета области. Экономить на себе в очередной раз призывали и другие депутаты. Дмитрий Русских, руководитель фракции КПРФ, предложил отказаться от депутатов, которые работают в УЗС на постоянной основе. Председатель Алексей Ивонин парировал. В следующем году расходы на депутатов и так станут меньше на 18%. Сама казна в целом тоже будет урезана. Еще раз отметила уже глава Депфина. Елена Ковалева все эти дни не переставая напоминала. Бюджет сложный. Депутаты вносили предложение, как его упростить. Решение ждали сегодня. Но в итоге им предложили в первом чтении не менять бюджет и принять его таким, какой есть. Сегодня бюджет рассматривается в первом чтении и в соответствии с законом о бюджетном процессе Кировской области. Предметом его обсуждения являются основные характеристики, к которым относятся общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит областного бюджета. Дорабатывать бюджет депутатам предстоит перед вторым чтением. Но власти ожидают дополнительных расходов и готовы пересмотреть его.